На городских территориях и во дворах Лангипаса некоторые так называемые автомобили-подснежники стоят годами, иногда и десятилетиями. В первую очередь, считают горожане, это неэстетично, причем хоть зимой, хоть летом. А во-вторых, они мешают расчистке городских территорий от снега. Радует, что ежегодно таких технических средств становится меньше. Если взять, скажем, по цифрам, то на начало 2022 года у нас на контроле, то есть в управлении дорожного хозяйства, было 91 автомобиль. Нам удалось с 34 собственниками установить все-таки контакт, информацию нам, прежде всего, кто предоставляет. Ну, это либо кто-то соседей, жителей. Мы даем объявления, и неоднократно давали объявления в газете, на сайте размещали информацию. Плюс на автомобилях мы на лобовом стекле размещали тоже информацию с требованием убрать автомобиль. Также помогают установить личности владельцев неравнодушные жители Лангипаса, сотрудники управляющих компаний. В пользу случая я обращаюсь ко всем нашим жителям с просьбой предоставлять нам информацию, имеющуюся у вас, которая может нам помочь найти реально этих собственников. Часто возникают, знаете, такие ситуации, когда кто-то из собственников уже умер, либо уехали. Кто-то, допустим, перепродал автомобиль. Не всегда удается нам при запросах в ГИБДД, либо в ФМС установить прям вот реального как бы собственника. Именно вот из-за вот этих вот множества, скажем, каких законодательных вот этих тонкостей и возникают вот такие трудности воздействия и своевременного выяснения, кто является собственниками автомобилей. Основную часть владельцев бесхозных автомобилей специалисты все же разыскали. Многие тут же отреагировали и в оперативном порядке убрали свои машины с гостевых парковок. Есть среди брошенных автомобилей подснежников и незарегистрированные технические средства. В этом случае установить хозяев очень сложно. Вот и продолжают годами ржаветь эти автомобили в наших дворах, представляя опасность для горожан и нарушая правила городского благоустройства. В качестве решения этой проблемы городские власти предложили вариант признания таких автомобилей бесхозными в судебном порядке с последующей передачей в пункты приема металлолома. Конечно, правильно. Если машины стоят, так я считаю, что их надо ликвидировать. Потому что проблемы с парковками в нашем маленьком городе уже существуют. Конечно, я считаю, что это правильно надо убирать, чтобы они не мешали, не загрязняли наши площадки. Раз не нужны они, им уже не пользуются, значит надо убирать. Ну, я думаю, что они нам мешают. Борьба с подснежниками в городе продолжается. Список авто, рискующих попасть во вторчермет, размещен на официальном сайте администрации города. Алина Нощенко, Тимур Зигангиров, телекомпания «Лангипас». Специально для телеканала «Югра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...